По подсчетам Федеральной налоговой службы, количество самозанятых людей в России исчисляется миллионами, но официально в 2018 году зарегистрировались лишь единицы. Няни, уборщицы, медсестры и сиделки, учителя, верстальщики сайтов. Согласно российскому законодательству, они обязаны платить подоходный налог, в том числе и от частных практик. Мария – индивидуальный предприниматель. Она работает с мастерицами декоративно-прикладного творчества. Занималась организацией ярмарок. По опыту уверена, что даже при введении нового закона отследить, сколько человек заработал самостоятельно, государству практически невозможно. Многих даже нельзя назвать самозанятыми, потому что у них настолько минимальные прибыли получаются, что они делают это ради удовольствия. Кто-то начинает работать именно с зарабатыванием деньги на своем хобби, те уже, конечно, задумываются, куда выставиться, куда пойти на ярмарку. Те, конечно, как уже работают. Как я говорила, что они уже начинают оформляться, просто законы все делают. Согласно подписанному президентом России новому закону, гражданин, который регистрируется в ФНС в качестве самозанятого, не будет платить более 6% от полученных доходов. Пока такая система будет действовать в качестве эксперимента. Но амичи на уведение не поддерживают. Надежда в свободное от основной работы время занимается рукоделием. Свои работы продает. Большая часть вырученных денег уходит на покупку новых материалов, рассказала амичка. И если из них еще платить налог, то чистой прибыли не останется совсем. Если, допустим, посчитать затраты, которые я потратила на это изделие, вот, допустим, ну, я могу вот быстренько даже перечислять, проволока, синтепон, капрон, пуговки, ткань, ленты, и все это приплюсовать, приплюсовать, затраченный материал вот на это изделие, я посчитала, был 450 рублей. Дальше. Мне нужно продать это изделие. Я реально понимаю, за какую же цену я могу продать. У нас в Омске, в принципе, покупная способность наших амичей очень маленькая. И если я сделаю большую цену, чтобы мне была какая-то такая достойная прибыль, мне ее никто не купит. Поэтому я реально понимаю, ну, сколько я продаю. Ну, 500-600 рублей, да, это реальная цена, человек купит для подарка, допустим. Ну, и вот, и смотрите, я продаю 500-600 рублей, затраченный материал 450 рублей. Итого моего дохода получается 100 рублей, 50, 150 рублей. Официально узаконить свою деятельность можно, написав об этом заявление в банке, в котором открыт счет, или скачать приложение «Мой налог», разработанное специально для исполнения этого закона. Предусматривается, что налогоплательщики не будут вести бухгалтерию. Они будут лишь вносить информацию о чеках, а сам чек отправлять покупателю с помощью СМС или на электронную почту. Если же оплата происходила при помощи мобильного приложения, фискальный чек будет отсылаться в ФНС автоматически. Присоединиться ли Омск к новому закону, пока непонятно. Мы знаем и понимаем, что сейчас этот проект есть, что с 1 января он стартует в трех российских регионах. Омская область пока к ним не относится. Но поскольку мы все-таки исполнительный орган власти и принимаем к исполнению те законы, которые уже приняты, мы, собственно, ждем, когда это произойдет, и будем потом готовы комментировать это для вас. Потому что в настоящий момент пока нам комментировать нечего. Деньги от уплаты налогов пойдут в региональные бюджеты, где их смогут распределить между муниципалитетами. Любовь Федорова, Юрий Дорошенко, Антенна 7.